В Донецке обстрелу подвергся микрорайон Текстильщик в Кировском районе. Об этом сообщается на сайте Донецкой городской администрации подконтрольно-незаконной организации ДНР. Снаряд попал в 27-ю больницу. Повреждено 11 учебных заведений. Осколками от снарядов повреждены жилые многоэтажные дома и автомобили. По предварительной информации погибли от 4 до 10 человек. Весь микрорайон находится без энергоснабжения. По факту нападения террористов ДНР на Кировский район города Донецк начато уголовное производство по части 3 статьи 258 Уголовного кодекса Украины «Террористический акт». Также обстрелу подвергся Ленинский район города Донецк. Об этом сообщают пользователи соцсетей. По информации местных жителей, сейчас в Ленинском районе отсутствует электричество. Боевики ДНР расстреляли жилой дом в Углегорске Донецкой области. На видео репортер телеканала «Россия-1» продвигается с представителями незаконных вооруженных формирований в окружении тяжелой техники, которая осуществляет стрельбу по девятиэтажному дому в черте города Углегорск. Девятиэтажный дом уже совсем близко. Танки работают по нему практически прямой наводкой, но по последней информации бойцы правого сектора, бойцы батальона АЗОВ занимают нижние этажи, поэтому освободительная операция продолжается. Как сообщает спикер АТО Андрей Лысенко, по состоянию на вчера часть города под контролем боевиков. На некоторых позициях оставались наши украинские военные. Незаконная организация ДНР заявляет о запрете металлургическим и коксохимическим предприятиям на подконтрольной ей территории Донецкой области платить Украине за газ и электроэнергию. Такое заявление сделал так называемый руководитель администрации главы ДНР Максим Лещенко, объясняя это тем, что Национальная комиссия по урегулированию в сфере энергетики предпринимает попытки отказа в расчетах с ДНР. В течение дня со стороны боевиков в секторе М было произведено пять обстрелов в районе населенного пункта Павлополь. Подробнее ситуации в секторе М от штаба обороны Мариуполя. Со вчерашний день силы антитеррористической операции подверглись обстрелу со стороны подконтрольных боевиками территории восемь раз. Населенный пункт Гнутово – три обстрела, Чермалык – три обстрела, Николаевка – один обстрел. Обстрел велся из минометов и стрелкового вооружения. В направлении Мариуполя по месту расположения одной из позиций сил АТО, на которой несут службу полк АЗОВ. Вчера вечером был открыт огонь из РСЗО «Град». Пострадавших нет. Бойцами полка был открыт ответный огонь. Воины-артиллеристы на протяжении дня также открывали ответный огонь. Результат... Американское издание «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на собственные источники пишет о готовности администрации США рассматривать возможность передачи Украине летального оружия. О том, поможет ли это Украине достичь мира на Донбассе, журналисты общественного телевидения Донбасса спросили у народных депутатов и жителей города Славянск. Поможет ли урегулирование конфликта на Донбассе предоставление Украине летального оружия со стороны третьих стран? Ну, как раз это вопрос, который возник вот после... Я покажу после такого доклада, который сделали американские эксперты, бывшие послы, генералы, ну, в том числе и высококонфицированные специалисты из отладки деканцев. Они сделали этот свежий, свежий доклад, касаемо того, что дальше будет с Россией. Ну, как я вижу, идет коммуникация в мире, пошли утечки и по Меркель, по ее переговорам с Путиным, и по... То есть идет большое-большое давление на Россию. Возможно, нам действительно помогут держать оборону, держать вот эту вот линию, летальное оружие, как мы собирались предоставлять, в этом докладе написано, ракетная система, которая сможет расстановить танки, ПМТ, ВТР российские, которые поставляются сюда. Но насчет того, поможет ли это урегулировать конфликт, спорный вопрос, потому что вопрос, как на это ответит Россия. То есть придет ли это либо к эскалации как-то и к дальнейшему, либо это действительно приведет к какой-то стабилизации ситуации хотя бы на фронте. То есть вот в этом вопрос. А как вы относитесь к решению предоставить Украине летальное оружие от третьих стран, если оно будет принято, оно будет способствовать мирному урегулированию? Смотрите, я отвечаю за социальные вопросы. И поэтому вопросы всей военной, да, политики, оружие. Ну, я женщина, я мама, и то, о чем я не понимаю, я не комментирую. А что вы думаете насчет предоставления Украине оружия со стороны США? Отрицательно. А почему? Потому что я... я сама страдаю от этого. Против этого, в принципе. А почему вы против? Возможно, просто потому, что Украина сама не хотела отвоевать с самого начала. Начнем даже со Славянска. Не хотели отбивать его поначалу. Сейчас так же самая ситуация идет в Донецке, в которой никто не пытается его отбить. Да, там погибают люди, но смысла я не вижу в этом. Здесь ничего не допускается. Если Киев не хочет помогать народу, то какая помощь может быть извне? Это неплохо, в принципе. Ну, пусть будет. Наверное. Славянска. 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 Славянска.